С марта этого года ульяновские школьники ушли на дистанционную учебу. Тем не менее, не все могли получать знания в безопасном режиме. Зачастую посмотреть урок школьник мог только через смартфон. Проводить за гаджетом по 7 часов в день опасно для здоровья. Именно поэтому Министерство образования Российской Федерации инициировало старт акции «Помоги учиться дома». Сейчас уже можно подвести промежуточные итоги. По итогам анализа количество детей, не имеющих технику дома, составило 1068 детишек, а учителей 215. Первые шаги, которые были нами сделаны. Мы разработали порядок передачи компьютерной техники школы. Школа у нас не работала и техника, собственно, была свободна. Детские лагеря этим летом закрыты до 1 сентября. По поручению губернатора Сергея Морозова разработана программа «Лето онлайн». Поэтому компьютеры детям еще пригодятся. Кстати, далеко не все учителя оказались готовыми использовать оргтехнику в работе. Многим пришлось в авральном режиме учиться работать на персональном компьютере. Сейчас ситуация полностью отстроена. Также решено, что списанные компьютеры будут подвергнуты апгрейду и переданы нуждающимся. Когда началось дистанционное обучение, мы испытывали неудобства, потому что компьютер был один на троих детей. И нам попросту его не хватало. Получалось так, что приходилось пропускать уроки некоторым постоянно. Мы очень благодарны, что получили ноутбук. Он нам действительно очень и очень сейчас помогает. Сейчас детям переданы во временное пользование 1061 компьютер и 215 учителям. Однако более глубокий анализ показал, что одного на семью, где несколько детей, мало. Сейчас первоочередная потребность в технике составляет 823 единицы. К акции могут присоединиться все желающие помочь. Для любых консультаций можно обращаться по телефону 8 800 350 46 46, единый телефон соцслужбы 370167 Министерства образования и науки Ульяновской области, 58 93 58 правительства региона и 42 02 01 Красный Крест. Павел Половов, Юрий Ломатов, Новость Улл, Правды ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова